Жители региона обеспечены молочной продукцией собственного производства на 38%. Согласно государственной доктрине продовольственной безопасности, окружные фермеры должны снабжать рынок молочной продукции на 70%. Чтобы решить эту проблему, окружные аграрии увеличивают поголовье и модернизируют производство. В Оксино завершена реконструкция молочного цеха. Ненецкая агропромышленная компания забрала под свое крыло ферму в начале весны. На реконструкцию здания и закупку модульного цеха по переработке молока было выделено около 12 миллионов рублей. Восемь из них уже освоены. По словам директора предприятия Анатолия Чедочина, после проведения всех работ в Оксино начнут производить масло и творог. Кроме того, запуск коровника и цеха позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота в два раза. Увеличить поголовье коров планируется и на основной базе агропромышленной компании. Но для этого необходим молодняк. Чтобы реализовать планы, сельхозпроизводители построят новый телятник в Тельвиске. Проектно-сметная документация уже готова и проходит проверку. К концу года, я надеюсь, будет заключен договор уже с тем, кто победит по результатам конкурса. И в 2016 году будет производиться завоз материалов. Вот как раз период зимника, такие планы. И по наступлению летних месяцев будет произойти строительство. Это позволит выращивать больше молодняка, а значит, дойное стадо пополнится. А пока агропромышленная компания за счёт повышения удоев на прежних площадях смогла увеличить объёмы производства местной молочки. В конце лета постоянных покупателей нашей продукции ждал неприятный сюрприз. Цена за литр молока 1 августа выросла на 10 рублей. Теперь пол-литровый пакет стоит 30 рублей. Увеличилась стоимость и на остальные молочные продукты. Все мы понимаем, что у нас очень такая серьёзная ситуация с местным бюджетом. Есть трудности, он немножко просил у нас. Поэтому было предложено, и производители молока согласились с этим, всё-таки увеличить цену реализации, поднять её на 20%. При этом субсидирование на стоять на том же уровне. Для того, чтобы были средства на строительство и модернизацию, литр молока должен стоить от 100 до 110 рублей, что будет не по карману большинству жителей региона. Поэтому из окружного бюджета в помощь аграриям в этом году выделено более 300 миллионов рублей. Эти деньги покрывают часть затрат на производство.